Я очень рад возможности сегодня служить здесь, в этой большой церкви, служить вам. И я верю, что Бог нас благословит сегодня, Он уже благословляет. И когда вызывали всех рассказывать о сплаве, я не стал выходить, потому что у меня еще, думал, такая возможность предоставится. И вот я хочу поблагодарить Максима и всю команду за эту уникальную возможность сплавляться, на самом деле, в комфортных условиях. Нам не нужно было заботиться ни о чем. Там за нас подумали обо всех мелочах. Нам нужно было просто приехать, по списку взять ту одежду и снаряжение и получать удовольствие. Вы знаете, вот это время, когда нет у тебя телефона, планшета, компьютера, радио, ты видишь мир вокруг себя. Потому что сегодня мы живем в каком-то виртуальном мире, ненастоящем, искусственном, придуманном. И вот нужно иногда выходить за пределы городов, чтобы увидеть тот мир, который сотворил Господь, чтобы мысли свои привести в порядок, чувства, эмоции, чтобы увидеть других людей, пообщаться с ними, поговорить от сердца к сердцу. И вот это такая возможность, большое благословение на самом деле. Я думаю, что мы тут такую рекламу дали этому сплаву, что в следующем году, сколько там надо будет катамаранов нам? Когда мне спросили, сколько человек сплавлялось с вами? Я говорю, ну 25. 25! Говорю, да? О, ничего. Я говорю, так это только один этап. Там еще были другие этапы. Ну, я верю, что это на самом деле хорошая возможность сближаться, общаться, вместе проводить время. Это благословение. Но мне нужно перейти к проповеди. И сегодня я хочу поговорить с вами об Иоанне Крестителе. Я думаю, что это человек, который тоже любил природу, жил вдали от городов долгое время. И только когда Бог призвал его на служение, он пришел поближе к городам. И то оставался там у реки. И у реки что он делал? Крестил людей. И Иисус назвал Иоанна Крестителя величайшим пророком. Это последний пророк Ветхого Завета. И Иисус назвал его величайшим. Хотя Иоанн Креститель не написал ни одной книги, в отличие от других пророков, не оставил после себя письменных свидетельств, но кое-что он оставил. Свидетельство об Иисусе Христе. Аминь. Он нам указал на Христа. Задача всех пророков, как говорил Иисус, было указать на Него. Потому что Он является центральной фигурой. И Иисус является центральной фигурой всего Писания. Поэтому Иисус говорил, вы исследуете Писание, они все говорят обо Мне. И пророки предвещали приход Мессии. И последний пророк, Иоанн Креститель, показал на Него пальцы. Вот Он, Тот, Кого ждали все. И Иоанн Креститель, поэтому величайший из пророков. Именно из-за Его уникальной роли, которую Ему даровал Господь. Давайте мы откроем Иоанна 3 главу. Иоанна 3 глава. И здесь прочитаем с вами 26 стих. Давайте 25-го прочитаем. У Иоановых учеников произошел спор с Иудемием об очищении. Вот в этом омовении в Иордане. И пришли к Иоанну и сказали ему, Рави, Тот, Который был с тобой при Иордане, И о Котором ты свидетельствовал, Вот Он крестит, и все идут к Нему. Иоанн Креститель уже указал на Иисуса. Иисус уже вступил в служение. Уже проповедует, уже крестит. Иоанн сказал в ответ, Не может человек ничего принимать на себя, Если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал. Не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту и жених, А друг жениха, стоящий и внимающий Ему, Радостью радуется, слыша голос жениха, Сия-то радость моя исполнилась, Ему должно расти, а мне умоляться. Согласитесь, у Иоанна Крестителя было мощное служение, Как теперь говорят. Аминь. Он пришел, бескомпромиссный проповедник, Сильный пророк. К нему выходила вся окрестность вокруг Иордана. То есть все люди к нему приходили. К нему приходили из Иерусалима, Чтобы послушать Его, Чтобы омыться от своих грехов. И согласитесь, В то время, Как проповедник, Иоанн Креститель Был фигурой Номер один. Аминь. Номер один. Мощный, сильный, Помазанный Служитель Божий. Аллилуйя. Да? Знаете, как эти? Харизматические проповедники. Аллилуйя. Мощное служение В силе Духа Святого. Аллилуйя. Таким было служение Иоанна Крестителя. Он ни одного чуда не сделал, Но слова его были очень сильными. И вот приходит к нему Креститься Иисус. И все его служение Заключалось в том, Чтобы показать. Вот он, Агнец Божий. Давайте другое место. Первая глава Этой же книги. Иоанна. Первая глава. 34 стих. Он говорит. Давайте с 3 второго прочитаем. И свидетельствовал Иоанн, говоря, Я видел Духа, Сходящего с неба, Как голубя И пребывающего на нем. Я не знал его, Но пославший меня Крестить в воде, Сказал мне, На кого увидишь Духа, Сходящего И пребывающего на нем, Тот и есть Крестящий Духом Святым. И я видел И засвидетельствовал, Что сей есть Сын Божий. И вот Он говорит своим ученикам. У Иоанна Были ученики. Можно сказать, Была церковь Иоанна Крестителя, В которой он являлся Пастором. Можно так сказать? К нему приходили люди Со всех мест слушать, И у него были ученики, Которые учились у него, Как у раввина. И он своим ученикам говорит, Вот Тот, О ком я должен был Возвестить Иисус. Дальше прочитаем. 36 стих. 35. На другой день Опять стоял Иоанн и двое Из учеников его, И увидев Идущего Иисуса, Сказал, Вот агнец Божий. Услышав от него Эти слова, Оба ученика Пошли за Иисусом. Иисус же, Обратившись И увидев их Идущих, Говорит им, Что вам надо Вно? И сказали ему, Рави, Что значит учитель, Где живешь? Говорит им, Пойдите и увидите. Они пошли, Увидели, Где он живет, И пробуль у него День тот. 40 стих. Один из двух, Слышавших От Иоанна Об Иисусе И последовавших За ним, Был Андрей, Брат Симона, Петра. И вот у Иисуса Стали появляться Ученики, И ученики Эти были, Первые ученики Были бывшими Учениками Кого? Иоанна Крестителя. И однажды, Читая вот эти Местописания, Я задался вопросом, Почему не все Ученики Иоанна Крестителя Пошли за Иисусом? Вы не задавались Этим вопросом? Ведь Он, Мессия. Иоанн Креститель Сам про Него сказал. Он, Мессия, Сын Божий. Но Ни сам Иоанн Креститель, Ни Его ученики Не пошли За Иисусом. И мне Бог Открыл такую вещь. Люди Стараются Держаться За старое, Особенно, Если это старое Имело успех, Имело силу. Пришел Мессия, Но служение Иоанна Крестителя Никуда не исчезло. Он продолжал Пророчествовать, Он продолжал Проповедовать, Он продолжал Крестить. И вы видите, Мы с вами прочитали, Что даже Спор вышел О Крещение. Ученики Иоанна Говорят, Это же твое Служение, Иоанн, Это же ты Крестишь В Иордане. А этот, Про которого Ты там говорил, Он тоже крестит. И уже Такое Соперничество Какое-то Появляется, Ревность. Этот Иисус, Про которого Ты тогда говорил, Он тоже крестит. Иоанна Им объясняет, Это дано Ему Свыше, С неба. Ему Должна Расти, А мне Умоляться. Но как мы Видим Потом, Впоследствии, Иоанн Не стал Умоляться. Он Продолжал Служить И совершать Своё Служение. Как вы Думаете, Если бы Вам Показали Вот Мессия, Следуйте За Ним. Что бы Вы сделали? Я бы Как Служитель, Я бы Всю церковь Свою Привёл В церковь Иисуса Христа. Понимаете? Но Они этого Не сделали. По Каким Причинам? Почему? У Иоанна Остались Ученики. И почему? Давайте Матфея Ещё Прочитаем Девятая Глава. Матфея Девятая Глава 14 Стих Приходят К Нему К Иисусу Ученики Иоанновы И говорят Почему? Вопрос Иисусу Задают Ученики Иоанновы. Вопрос Звучит С претензией. Почему? Почему? Мы И фарисеи Постимся Много А твои ученики Не постятся. Знаете, как бывает Приезжают К нам Нижний Сергей Из других городов Верующих Из других церквей И говорят Почему У вас Не так Как у нас? Почему Перед Причастием Вы никого Не исповедуете? Тут Тот же Самый Вопрос Почему Вы Не поститесь? Почему У вас Не так Как у нас? Я говорю Потому что Мы Не вы Мы Верим Писанию Действуем По Писанию Мы У нас Такая У нас В нашем монастыре Такой устав А вы Со своим уставом Идите В свой монастырь Правильно Ведь? Потому что Если я приеду К вам в гости Я не буду Говорить Почему Вы все Нарядились Платочки Ну-ка Снимайте Кто я такой? Я гость Правда? Почему Я должен Там Ноги мыть Кому-то Перед Перед Причастием Или Мне должен Нет Я Помою ноги Все сделаю Потому что У вас Так организовано Служение Я вас уважаю А вы Меня Не очень И знаю Приходится Вот такие беседы Проводить Пожалуйста Вы приехали К нам в гости Получайте Благословение Принимайте Нас Такими Какие Мы есть И мы Будем поступать Точно так же По отношению К вам Но ведь Люди Думают Что Их церковь Самая Правильная Так Или нет? Мы то знаем Что наша церковь Самая Правильная Поэтому Мы здесь А они Считают Что их церковь Самая Правильная И они Тебя Должны Научить Как Правильно Делать И вот Ученики Иоанна Были Точно Такими Иоанн Иоанн Какой Был Весь В шкурах Наш Волосатый Небритый Нестриженный Ел Там Что попало Не особо Заботился О комфорте А Иисус В хорошей одежде В хороших Компаниях Кушает Питается Хорошо Ученики Его Упитанные Чистенькие Помытые Он говорит Это что за Заслужение Богу Где Аскетизм Где Самопожертвование Где все это К Иисусу Приходят И спрашивают Почему Ну Иисус Объяснил Что Давайте прочитаем Сказал им Иисус Моль Могут ли печалиться Сына чертога брачного Пока с ними жених Но придут дни Когда отнимется жених Тогда будет поститься В общем Объяснил позицию свою Что Мессия пришел Христос С людьми И он Ну надо радоваться Этого Праздновать это все Пока он здесь А вы Поститься Потом будете поститься Посмотрите А что я хочу здесь показать То что Ученики Иоанна Я уверен так же Как и сам Иоанн Считали Это Наше Служение И оно Самое Правильное Согласны с этим? Ну к Иисусу пришли Почему? Потому что они считали И их служение Самое правильное И вот знаешь В чем проблема-то? В том, что У нас нет Нашего служения У нас нет Нашей церкви У нас есть Божье служение И у нас есть Божья церковь Мы ее можем называть нашей Потому что мы ей принадлежим Но мы ей Не владеем Вы знаете Однажды Какая-то конфликтная ситуация У меня в церкви Я еду Настроение не очень Людей видеть Не хочу У вас бывает такое? В церковь идти не хочется С кем-то там Поздорил Что-то повыяснял Мы все люди К сожалению Конфликты случаются И вот Я еду Думаю Не хочу вообще никого видеть Обиделся я на них И знаешь мне, что Бог говорит? Я молился еще И Богу говорю Вот так Не хочу Я знаю, что Другие пасторы говорят Я всегда хочу служить в церкви А у меня Бывали такие моменты Когда я не хочу И мне Бог говорит Это Моя церковь И это Мои люди Я говорю Так что ж они такие? Такие же, как и ты Он мне говорит Я ладно, понял Понял Надо прощать И надо понимать Но я как пастор Не владею церковью Я как Распорядитель Несущий ответственность Перед ним Понимаете? Он мне доверил И с меня спросит Писание говорит Что Поддерживайте пасторов Потому что Им придется дать отчет Придется дать отчет Перед Хозяином Есть хозяин Церкви Есть хозяин Служения Но когда Люди Начинают считать Служение Своим Они начинают Противостоять Даже Богу И это произошло С Иоанном Давайте дальше Прочитаем Луки Седьмая Глава Луки Седьмая Глава Восемнадцатый стих Прежде чем Прочитаем Какая обстановка Иисус уже Вошел в силу Теперь Он Номер один Теперь За ним Ходят толпы людей И Совершаются чудеса Исцеления У него Теперь Мега Служение Поэтому Завидовали ему И фарисеи И саддуки И все остальные Потому что Он вышел Вперед Оказался Самым популярным Служителем И вот Иоанн Он же оказался В тюрьме Потому что Обличал Царя И вот Что происходит Восемнадцатый стих Возвестили Иоанна ученики О всем том То есть О всем том Что происходит С Иисусом Иоанн призвав Двоих из учеников своих Постал к Иисусу Спросить Ты ли Тот Который должен Прийти Или ожидать Нам Другого Вот это Поворот Как Что за вопрос Не ты ли В Иордане Крестил Иисуса Не ты ли Видел Голубя Сходящего На него Духа Святого В виде Голубя Сходящего На него Не ты ли Говорил ученикам Вот Агнец Божий Который берет На себя Грехи мира Ты же Это все Это твое Служение Цель Авторитет Авторитет Согласитесь Согласитесь Что это Очень странно И вот так Вот бывает Когда У человека Он строит Свое Царство К сожалению Среди Служителей Среди Христиан Есть Такие люди Почему Я говорю Об этом Потому что Мы должны Следить за собой Не присваивать Себе то Что принадлежит Господу И если Ты строишь Своё Царство Ты Начинаешь Любить Больше Чем Господу Который Тебе Это Даровал И знаешь О чем Говорит Господь Очень часто Иисус Говорит Не держитесь Ни за что Кроме Самого Господа Не держитесь Ни за что И он специально Провоцирует Даже людей Идёт Мимо рыбаков Рыбаки Делом Заняты Деньги Зарабатывают Он Говорит Ребята Пошли Со мной И дальше Пошёл И чтобы Идти За Иисусом Им Приходится Оставлять Что-то Привычное Надёжное Оставлять Свой Бизнес Оставлять Те деньги Которые Они Зарабатывали Чтобы Идти За Иисусом Что ему Жалко Что они Денег Заработают Да Нисколько Не жалко Он им Там Полной Сети Рыбы Давал Нет Он Понимает Наше Сердце Должно Быть Свободно От Любой Неправильной Привязанности Должно Быть Свободно Подходит К столу Матфея Матфей Деньги Зарабатывает Он Налоговый Инспектор Сидит У него Тут Стопочками Динары Статиры Драхмы Вот так Все Кросс Обмен Валют И все Эта Табличка Висит Курса И наш Ну и что-то Там в карман Кладет Иногда Матфей Иисус Подходит К нему Говорит Матфей Пошли Со мной И Матфей Услышав Призыв Оставляет Он Мог бы Так Сделать Иду Господь Иисус И карманы Там Набивать Этими Динарами Да Но он Оставляет Все Чтобы Следовать И Петр Потом Говорит Иисус Вот мы Оставили Все Он Говорит Вы Получите Большое Благословение Дело В том Что В нашем Сердце Поселяются Идолы Мы С вами Живем Вот Сейчас Эпоха Потребительского Рынка Удобств Вы Слышали Да Что Иногда На сплав Пойти А там Ничего Такого Экстремального Что Это Это Надо Выйти Из этой Цивилизации Как-то В лесу Жить Неделю И Дело В том Что Из-за Того Что Мы Постоянно Хотим Чем-то Обладать В нашем Сердце Поселяются Эти Идолы Они Были Всегда У Людей Одно Сегодня Время Такое Когда Их Очень Много Посмотри Иисус Говорит Богатому Юноше Раздай Все Свою Богатство И Следуй за Мною И Некоторые Подумали Что Господь Хочет Чтобы все Были Бедными Нищими Чтобы Следовать За Иисусом Это Не Так Потому Что Вместе С Иисусом Ходили Зажиточные Люди Дамы Которые Полностью Оплачивали Все Счета Иисуса Его Учеников И Он Не Говорил Раздайте Все И Следуйте За Мною Нет Он Говорил Нормально Финансовая Обеспечение Есть Бог Вас Благословит Все Хорошо То есть Понимаете Но этому Юноше Он Говорит Раздай Все Последуй За Мною Почему Потому что Оказалось Он Не Готов Это Мое Это Мое Богатство Это Мое Услужение Это Мое Я Не Могу Этого Отдать Иисус Говорит Если Хочешь Следовать За Мной Будь Готов Отдать Будь Готов Отдать Вы Знаете До Перестройки Ну и во время Перестройки Многие из нас Жили Небогато Моя Семья Не Было Нельзя Назвать Ее Богатой А Мой Друг Любил Слушать Музыку Так же Как И я Мы Были Школьниками И Брат Его Ездил На Рынок Покупал Пластинки Различных Зарубежных Групп Рок Групп Менял Их Там И у Небы Была Прекрасная Аудиосистема Hi-Fi Hi-Fi Мы Это Назвали И Колонки По 100 Ватт Усилитель И Он Включал И мы Слушали Эту музыку Вау Круто А я Не имел Возможности Купить Такую Технику И Вот После Армии Я Уже Пришел В Церковь Я Работал И Заработал Деньги И Скопил Столько Денег Чтобы Купить Себе Стереосистему Я Видел В магазине Я Знал Ее Цену И Эти Деньги Были Уже У Меня В Кармане Миллион Рублей Потом Он Обесценился До Тысячи Но Тогда Миллион Рублей Это Месячная Зарплата Миллион Рублей И Новенькая Стереосистема Будет Моей Я Наконец-то Буду В прекрасном Качестве Слушать Музыку Прославление Потому что Мы тогда Все свои Мирские записи Уничтожали Такая Была у нас Мода В то время Полностью Посвящали себя Господу И вот Я уже готов Купить Эту Стереосистему Представляете То есть То о чем Ты мечтаешь Вот оно Знаешь Стоит на полке И как бы так Сияет Светится Семи цветами Радуги Переливается Ты видишь Это Скоро Будет твоим И Один друг Из церкви Со мной Просто поделился Говорит Ты знаешь У меня Отец умер И Мне надо Ехать Там В другой город Через всю страну На поезде Денег нет Не знаю Говорит Что делать А я ему не говорил Что у меня миллион Отложен Он просто Со мной поделился Я такой Да Сочувствую тебе Конечно Искренне Иду домой С работы Господь мне Говорит Отдай Миллион Кто это сказал Дьявол Я запрещаю тебе Слышу Не дьявол Бог мне говорит Отдай ему Эти деньги Что вы думаете Ответил Нет Я не отдам Это же Стереосистема Я Не отдам Вы Пробовали бороться С Господом Когда-нибудь Если ты верующий Долго не протянешь Все равно Потом капитулируешь И я понимаю Мне Никуда уже Не деться от этого Лучше бы я этого Не слышал Лучше бы я Глухой был бы Знаешь К Духу Святому Но я слышу Это Он Говорит И я ничего с этим Не могу уже сделать Я конечно мог бы Сделать вид Что там Ослышался Не понял Но сам себя Я не могу же обмануть Я знаю Я слышал Я понял Я должен отдать эти деньги Хорошо Друг не видел Мою внутреннюю борьбу Иначе бы он Не взял бы меня Я говорю Знаешь Подхожу к нему Сколько там надо тебе И он примерно Эту сумму называет Что он меня отложит Я говорю Я хочу тебя благословить Такой знаешь Смиренный Христианин Творящий добро Щедрой рукой Ничего не жалко Бери Я отдал ему эти деньги И остался без стереосистемы Но я вам скажу Потом Я стал пастором Уехал в Нижние Сергии И там Это 90-е годы Завод Городообразующий Там Начал падать Доходы у людей падали И честно сказать Не шиковали мы там В то время И сейчас не шикуем Но тогда вообще было тяжело И Я хочу засвидетельствовать Что все эти годы 9 лет Я прожил в Нижних Серегах Теперь я остаюсь пастором Езжу туда каждую неделю Ну кроме Сегодняшнего дня Вот И Все эти годы 9 лет Наши нужды Были обеспечены Понимаете? Бог Если Он просит тебя Что-то отдать Что-то оставить Он тебя Потом не оставит в нищете Не бросит Скажет Отдал? Ну а теперь Живи как хочешь Нет И я видел верность Господа Даже Это были Иногда чудеса Денег нет Еды нет Дети Хотят есть И кто-нибудь приходит Говорит Я вам Картошки принесла Пожалуйста Спасибо Спасибо Господь Родители приезжали Благословляя Знаешь Естественным путем Но все наши нужды Были восполнены Все эти годы Господь верен И он желает Чтобы мы Не доверяли Материальным вещам Не доверяли Своей позиции Своему положению А доверяли А доверяли Ему Жизнь веры Это Иногда Как ходить По воде Ты не знаешь Вот сделаешь Следующий шаг И ты не видишь Поддержит тебя Господь или нет Но ты делаешь Этот шаг С верой Что он тебя Не оставит У меня Были знакомые Мирские Я их всем Проповедовал Старался перевезти В церковь Вот одна девушка Пришла Ей все понравилось Все круто Аллилуйя Но через какое-то время Она сказала Я не буду ходить Почему Тебе же понравилось Она Я поняла Что жить надо верой Но я так не могу Я себя чувствую Очень неуверенно Она говорит Как будто ты Шагаешь с балкона И не знаешь Есть там опора Или нет Она правильно Поняла веру Но не захотела Жить по вере И вот Когда ты надеешься На Господа Ты не знаешь Иногда что принесет Тебе завтрашний день Но ты веришь Что в завтрашнем дне Господь Будет с тобою Иногда Когда Господь Просит тебя Отдай это Оставь это Ты можешь сказать Если я отдам У меня же ничего Не останется Господь говорит Доверься мне Я Обеспечу И ты делаешь Шаг веры Отдаешь С верой Что он Обеспечит И знаешь что Он всегда верен Надеющийся на Господа Не постыдится Давайте еще пару мест Писания Прочитаем Матфея 19 глава Так Евангелие от Матфея 19 глава И 16 стих А нет Это уже мы читали Давайте Луки 9 главу Точнее Я так рассказал Луки 9 глава 59 стих Другому сказал Следуй за мной То сказал Господи Позволь мне прежде Пойти и похоронить Отца моего Но Иисус сказал Предоставь Мертвым Погребать своих Мертвецов А ты Иди Благоветствуй Царствие Божие Знаешь Я когда первый раз читал Это думаю Иисус вообще жестокий Такой человек У У парня Там Отец умер Он говорит Да пускай там хоронят Они сами его Пошлись А на самом деле Ситуация другая На самом деле Отец престарел И он хотел быть с ним Пока Его жизнь не закончится Но Иисус говорит Время служить Здесь и сейчас Иди за мной Проповедуй Евангелие Сумей оставить И вот Важное Качество верующего Когда призывают Господь Иногда Надо что-то Оставлять И Жить верой Это как раз Соглашаться С Господом Да Я понял Ты хочешь Чтобы я оставил это Я оставляю И иду за тобой Мы Когда Уехали В Нижние Сергея У меня здесь была работа У моей жены была работа Хорошая работа Я учился В университете И все это Я оставил Даже лишнюю В университете Мог бы не оставлять его Но я оставил все Чтобы посвятить Служению И я нисколько Об этом не жалею Я в то время Проиграл В деньгах В комфорте Не дополучил Своего высшего образования Но Писание Писание нам говорит Все остальное Все остальное Я даю вам Все остальное Прилагается То есть Он не хочет Чтобы все стали Как Ян Креститель Одевались В лохмотье Не мылись Не брились И так далее Нет Он хочет Чтобы вы выглядели красиво Одеты были хорошо Питались хорошо Я в это верю Вы знаете Как Писание говорит В глазах богатого Его имение Это мощная крепость Он за это держится За то Чем он обладает Но И Господь хочет Чтобы мы держались Не за временное Не за материальное Держались За Него В подобной ситуации Оказался Саул Ему было Он был поставлен царем Бог его Помазал В цари Над Израилем Но что произошло с ним Саулом Он сказал Это царство Мое Помните Он ослушался Бог помазал Давида Теперь Давид будет царем Саул Нет Давида убить Мое царство Я царь И вот Когда Мы держимся За то Что даже нам Даровал Господь Называем его Своим Мы тогда Начинаем Противиться Богу Именно поэтому Господь говорит Не держитесь Доверяйте мне Напоследок Пару мисписания Прочитаем 1 Коринфянам 1 Коринфянам 1 Коринфянам 1 глава 12 стих Я разумею Я разумею то Что у вас говорят Я Павлов Я Аполосов Я Кифин А я Христос Христов Разве разделился Христос? Разве Павел Распялся за вас? Или во имя Павла Вы крестились? Вот Апостол Павел Уже в его время Возникли Это наша церковь Она лучше Чем ваша Мою церковь Павел основал Я Павлов А другой Подумаешь Павел Аполос Круче проповедует Чем Павел Я Из церкви Аполос Понимаете Какие конфликты? Подумаешь Аполос Петр Первый ученик Иисуса Христа Основал Нашу церковь Наша церковь Самая Крутая Из всех И Павел Говорит Это что у вас За разборки Такие происходят? Павлов Аполос Кифин А другой Говорит А я Христос Я самый правильный Он говорит Вы что? С ума посходили? Давайте Третью главу Этой же Книги Прочитаем Пятая Стих Кто Павел? Кто Аполос? А не только Служители Через которых Вы уверовали И при том Поскольку Каждому дал Господь Я насадил Аполос Поливал Но возрастил Бог Посему И насаждающий И поливающий Есть не что А все Бог Возвращающий Апостол Павел Понимал свою роль Некоторые говорят Это мое служение Я туда столько сил Сил вложил Средств вложил Время жизни Посвятил Молодец Все равно Это не твое Понимаете? Это Божие Я теперь тут Буду только распоряжаться Позволь Богу Распоряжаться И мне Бог Открыл одну такую вещь Во сне Не буду сон рассказывать Смысл расскажу Он мне показал Если хочешь Делать мое дело Спрашивай у меня Элементарно казалось бы Да? Но иногда нам это надо понять Если хочешь служить Спроси у меня как? Он готов Управлять Свою церковь Через Нас Спроси у него как Я расскажу Что я увидел во сне Я увидел здание Строющееся И люди строят его И те кто строят его Это мы Все служители И мне Бог говорит Как ты думаешь По какому плану Они строят это здание Я говорю Не знаю Он говорит Он говорит Любое здание Строят по проекту Так или нет Вот это здание Если бы оно не по проекту Было построено Здесь было бы опасно Очень находиться Согласитесь Если бы от фонаря Если бы от фонаря Пришли строители Пришли строители Говорят Ну что тут надо Зальчик раз-раз построим Без плана Без знания Сопротивления Материалов Это очень опасно Было бы здание И вот Он говорит Он говорит Я автор Проекта Если хочешь Если хочешь строить Задавайте Задавайте ему Большие вопросы Некоторые говорят Почему Бог Ты мне ничего не говоришь Бог говорит Ты мне ни о чем Не спрашиваешь Возови ко мне Отвечу тебе Он готов с нами Разговаривать Как правильно Брат сказал Может быть Не сразу ты ответ Услышишь Но стучи И отворят И вот Что говорит Про себя Апостол Павел Он говорит Мы Работаем Мы трудимся Каждый за свой труд Получит награду Но мы Рабы Ничего не стоящие Это слова Иисуса Христа Последний стих Луки 17 глава Пять последний Луки 17 глава 17 глава 10 стих Иисус говорит Так и вы Когда исполните Все повеленное вам Говорите Мы Рабы Ничего Не стоящие Потому что сделали Что должны были сделать Этим Он уберегает нас От гордыни И вот От жажды обладания Сделал что-то Говорит Вся слава Господу Мы рабы Ничего не стоящие Да Я приложил усилия Да Я могу принять благодарность Когда там люди благодарят Да Но я понимаю Что без Бога Я не могу делать ничего И последнее место писания Можно музыкантов Порегласить Последнее место писания Деяние 19 глава Итак Деяние 19 глава С 1 стиха Во время пребывания Христа Иисуса Иисуса Они не только получили Прощение Скажу Как бы славно Мы не начинали Когда-то Важно Не закончить В сомнениях И противлении Богу Как Саул Или как Иоанн Креститель Иисус Назвал его Величайшим Из пророков Он прожил Свою жизнь Достойно Но было что-то Что он Не готов был отпустить Дорогие мои У нас В жизни Еще будут Такие моменты Когда Бог Будет говорить тебе Сделай это А ты будешь Говорить Нет Я не хочу Такие моменты Были даже У Иисуса В Гефсиманском Саду Бог ему говорил Сделай это Иисус говорил Я не хочу И мы будем Проходить эти Моменты борьбы Когда Бог скажет Пошли за мною Ты скажешь Не могу У меня тут Богатство Которое Я Прикопил Вот в такие Моменты борьбы Нам нужно Научиться Сдаваться Верить И доверять Нашему Господу Доверять Свою жизнь Доверять Своё будущее Свою семью Своих детей Свою работу Это очень важно Для нашего Хождения С Господом Иисусом Иисус Сам нам Дал пример Тем что В Гефсиманском Саду Ему пришлось Оставить Абсолютно Всё Для послушания Господа Когда он родился В Вифлееме Он оставил Божественные Атрибуты Стал Человеком Это много Согласитесь Кто на небесах Не был Тот не знает Насколько Это много Я тоже Не знаю Но в Гефсиманском Саду Он оставил Вообще Всё Что у него было Отдал Свою жизнь За нас И посмотрите Вот эта жертва Какое Великое Благословение Принесло Всей планете Тебе Вот тут Сколько 800 людей Сколько Смотрят Ещё нас И мы Все Сейчас Получаем Благословение От Бога До сих пор Эти плоды И поэтому Когда мы Что-то оставляем Ради Господа Это только Благословение Приносит Тебе И другим Людям Всякая Жертва Которую мы Приносим Господу Не остаётся Без Его внимания И без Его воздаяния Как говорят Ты не можешь Дать Богу Столько Сколько Он тебе Не вернёт Ты не можешь Дать Богу Больше Чем Он даёт Тебе Не можешь И вот Бог ищет Не нашего А нас Наше сердце И иногда Проверяет Преднутый Ему до конца Либо поделил Свою жизнь Это моё А это Господу Это не Адам А вот это Пожалуйста Извините Что такое Слово Получилось Не Как сказать Неразвлекательное Что ли А такое Заставляющее Задуматься Но я думаю Об этом Хочу Чтобы и вы Подумали Тоже Давайте Будем Молиться Господь Мы благодарим Тебя За жертву Иисуса Христа Мы благодарим Тебя Что Ты Свою Любовь Доказал Нам Отдав Своего Сына На крест Мы Благодарим Тебя Господь Потому что Выше Этой Жертвы Не существует Ничего И Какую бы Мы Жертву Не принесли В своей Жизни Она Даже Не приблизится К тому Что Ты Сделал Для нас Мы Никогда Не сможем С Тобой Расплатиться Все Что мы Можем Отдать Самих Себя В Твои Руки Свой Разум Свои Силы Своё Своё Время Свою Жизнь Ты Никого Не призываешь Резко Менять Свою Жизнь Что-то Бросать Нет Но Ты Ты Хочешь Чтобы Когда мы Услышали Твой Голос Мы бы Смирились Мы бы Согласились Ты Хочешь Чтобы Когда мы Слышим Твой Призыв Мы бы Смирялись И говорили Господь Ничего Я Но Чего Ты Хочешь Пусть Твоя Воля Исполнится В нашей Жизне И мы Молимся Сейчас Именно Так Отче Наш Сущий На Небесах Да Светится Имя Твое Да Придет Царствие Твое Да Будет Воля Твоя На Земле В Нашей Жизне Как На Небе Аллилуйя Господь Хлеб Наш Насущный Подавай Нам На Каждый День Мы Зависим От Тебя Мы Нуждаемся В Тебе И Прости Нам Долги Наши Все Что Мы Неправильно Делаем По Отношению Друг 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 И По Отношению К Тебе И По Отношению К Самим Себе Прости Нам Долги Наши Как И мы Прощаем Должникам Нашим И Не Веди Нас В Искушение Но Избавь Нас От Лукавого Ибо Твое Есть Царство И Сила И Слава Во Веки И Весь Народ Божий Да Скажет Аминь Слава